друзья всем привет это долгожданное видео по поводу прошивки ну как вы поняли из названия dot os мне очень понравилась эта прошивка и много кто из зрителей канала просил сделать на нее обзор и эта прошивка реально стоит вашего внимания сама прошивка в первую очередь лично меня порадовала своим дизайном вы только посмотрите на шторку уведомлений насколько она классно выглядит это что-то похожее наверное на 12 android также перейдя у нас настройки тоже есть какие-то отсылки к двенадцатому android особенно вот эти вот белые отступы сверху а также большая надпись того раздела куда вы зашли например твики системы либо экран ну вы поняли то же самое есть и в двенадцатом android это наверное просит каждый кто снимает видосы на youtube там подписаться поставить лайк написать комментарии все важно для продвижения канала поэтому ну я тоже вас об этом попрошу сама прошивка у нас основана на двенадцатом андроиде вы заговорился на 11 мы уже успели обрадоваться ладно зайдем в разделу телефоне и он кстати похож на вариант из 12 ими его и там похожее расположение текста вот этих вот блоков кстати вид хранилища такой же как ми его 12 а точнее его анимация она также переливается вот ну это так к слову вот 11 android вообще если охарактеризовать эту прошивку в двух словах то это красивый дизайн который но отвечает всем современным стандартам она шустрая вот ну и что по поводу дизайна даже если зайти в раздел обоих он тоже мы немножко похож на 12 android как бы тут много чего в таком стиле также из того что для меня показалось немного неординарным это при установке у нас вылезает вот такое вот меню она похожа наверное на 12 android потому что стилистика схожа но на самом деле я не знаю потому что это я вижу впервые в этой прошивке мне понравились жесты как они работают их плавность скорость но ребят возможно такое ощущение у меня после 12 ими его и потому что жесты там на самом деле не очень а тут они работают отлично плавно быстро без каких-либо проблем но ребят я повторюсь возможно на многих прошивках такие жесты просто после 12 ими его и у меня давно не видел нормальных жестов они прям реально меня удивляют также допустим когда открываешь либо закрываешь какой-нибудь раздел в настройках все это происходит очень быстро не сказать что там сильно быстро нежели чем в милой 12 12.5 но ощущается просто наверное это я не видел такой скорости работы давно потому что долго сидел на него и вы возможно заметили когда показывал настройки раздел твики системы тут очень много интересного сейчас я про это расскажу во первых что касается экрана блокировки тут можно настроить always on display но на самом деле если у вас IPS матрица то это будет жрать батарейку не могу сказать насколько сильно но поджирать будет вот а сам always on display легко активируется по нажатию на соответствующую кнопку так вот это выглядит да как бы яркость тут снижена но ребят поджирать батарейку будет а также что касается различных модификаций и тыков тут на самом деле много чего можно настроить ну вот смотрите сами сетка лаунчера темы и в каждом разделе очень много разных настроек поэтому в целом прошивка может дать такой достаточно разнообразный спектр изменений вот поэтому с одной стороны это плюс с другой стороны наверное минус потому что в этом надо очень долго копаться разбираться и когда у человека очень много вариантов выбора то очень долго думаешь а что именно выбрать потому что если предлагают между двух вещей выбрать и в принципе делаешь выбор быстро а если у тебя там десятки вариантов то это уже заставляет понервничать такая вот психология человека кстати раньше редко где была разблокировка по лицу сейчас может быть это не редкость но вот в этой прошивке это есть можно записать это в плюс или нет не знаю что касается синтетики то бишь теста antutu тут он набирает 292 тысячи кстати раньше кастомные прошивки вообще любая если у вас стоит прошивка не miui то телефон набирает 240 тысяч баллов либо 250 сейчас этот показатель стал выше 292 тысячи это хорошо ну как бы и раньше прошивки нормально работали но конкретно в antutu телефон обычно набирал меньше время кстати летит так быстро что уже скоро и под миллион баллов некоторые устройства будут набирать прям очень много 16 гигабайт оперативной памяти куда столько кстати redmi note 8 pro по мощности лучше 6 процентов пользователей этого очень мало и на самом деле redmi note 8 pro уже устаревает потихонечку но устаревает все-таки устройство почти два года еще от многих волнует работа google pay ну вот как бы связь с банком есть карту добавить можно так вот добавил свою карту осталось только поднести устройство к терминалу и оплатить поэтому и на все здесь работает и google pay тоже что очень хорошо ребята из-за того что это чистый android точнее прошивка основанной на чистом андроиде тут есть вопросы к камере потому что она вот так вот выглядит по стрёмному это камера из ооспо из чистого андроида и единственный вариант это накатить google камеру и вы тогда сможете нормально фотографировать только вот это вот окошко предпросмотра вот например тут она нормально работает но на google камере она будет лагать поэтому ставьте buffer fix инструкция будет в описании для того чтобы google камера не лагала поэтому заходите смотрите кстати ребят если вы захотите поставить эту прошивку на свой смартфон ролик с инструкцией будет в описании я дико советую подписаться на этот мой второй канал потому что там разные инструкции по установке и прочий контент возможно вы думали что у этой прошивки нет минусов но они есть вот посмотрите например вчера мне приходил код подтверждения для аккаунта telegram и банально сообщение сливается с экраном блокировки если у вас открыто другое приложение вот например у меня был открыт telegram вот тоже код пришел уже в само приложение и посмотрите как это ужасно выглядит текст просто сливается поэтому уведомления если будут вам приходить то они будут сливаться возможно это фиксится в настройках но я не знаю где где именно минус еще есть с экраном блокировки какой-то дикий глюк зафиксируйте свое внимание вот на времени на субботу 17 июля и просто открываю шторку почему она отображается поверх шторки уведомлений я не знаю но мне это не нравится вот по сути прошивка хорошая есть тут прикольный дизайн который редко где встретишь и в целом если вот вы спросите меня ставить эту прошивку или нет чтобы ей пользоваться ставьте но возможно вы будете изредка встречать какие-нибудь неприятные моменты в плане интерфейса вот как я показывал с управлением точнее с уведомлениями вопросы были они какие-то прозрачные причем я ничего не настраивал так по дефолту настроена вот а также с экраном блокировки вопросы вот именно с этим текстом который остается поверх центр управления тоже как бы не очень хорошо выглядит ну и штука которая встречается много где это лагающая лагающая ночная подсветка это вы можете посмотреть то что она мерцает причем сама вот и такое встречаются очень часто на разных прошивках вот а так в целом прошивку можно ставить быстренько и шустренько и красивые в плане дизайна в плане батарейки держит долго точно не могу сказать насколько лучше чем миюай но чуть-чуть получше просто чуть-чуть получше но точно не хуже вот а так в целом можете ставить эту прошивку я думаю на вас и горчит не сильно и в большей степени обрадует в плане дизайна вот так все пишите свое мнение по поводу данной прошивки предлагайте какие-нибудь интересные темы для видео в комментариях будет интересно почитать все всем пока кстати ребят если вы захотите поставить эту прошивку на свой смартфон ролик с инструкцией будет в описании потому что я не могу растягивать это видео там на 20 минут вот поэтому я его разделила несколько частей видео будет на втором канале в описании переходите нас по ссылке и я дико советую подписаться на этот мой второй канал потому что там разные инструкции по установке и прочий контент и и наверное он вам понравится поэтому подписывайтесь туда тоже